всем привет мои хорошие сегодня у нас с вами на обзоре ассорти киргизских сортов и закусывать мы будем белой горой вернее перебивать вкус будем белой горой я подписала что я могу перепутать а все что остальное я знаю по моему я все тут подписала так давайте начнем сары и пойдем по кругу сары сары я обожаю она бывает ее еще называют киргизия желтая она бывает у такого цвета прям желтенького бывает вот такого цвета слегка зеленоватого мы сейчас погрузим от того и от того сыр и я обожаю она солененькая итак что по поводу сары она не залипает плотная поначалу хорошо хрустит а затем такая у нее структура слегка мучнистая структура слегка мучнистая но при растворении в полужирную массу образуется солененькая вкус разнотравия пыли и слегка земельных обалденно и чуть-чуть чуть-чуть поскрипывают на скрип вообще незаметный незначительный так два в одном любимица два в одном вот смотрите она бывает вот такого серого бывает вот такого я вот вам специально взяла разные кусочки чтобы вам показать вот такого то есть какой пласт вам придет от болотного до серого такого мы сейчас попробуем от всех кусочков откусить и попробовать так Смотрите продолжение в следующей серии. Вот эти темные куски, они не залипают, они образуют тугую ириску, которая не залипает, она легко отстает от зубов и забегая вперед скажу, что серые куски пожирнее будут зеленых. Зеленые чем-то схожи по структуре сары, они суховаты и у зеленых кусочков присутствует вкус разнотравия. Солененький кусочек. В два в одном иногда попадаются слабосоленые кусочки, я их обожаю. Вот попался в солененький кусочек. То есть она не вся соленая, как попадется. Классно. Также по зеленым кусочкам они образуют тугую ириску, которая не залипает, так суховато жуется и классный вкус. Вкус разнотравия, вкус пыли и в этом сорте есть легкая-легкая послевкусие земельное. А вот серые кусочки, они отличаются от зеленых. Сейчас я погрызу и расскажу. Эти прям жирненькие. Серые кусочки подзалипают сильнее, по структуре плотнее. Что зеленые, что серые не скрипят, это чистый сорт. Вот у нее очень интересное залипание. Тугой комочек подлипает к зубам. Но в процессе, когда вы живете, этот комочек собирает то, что прилипло в вас. Киргизию 2 в 1, в сером цвете я обожаю. Очень сливочный вкус. Пыльный. Сливочный. Очень классный. Сливочно-пыльный. И у киргизии 2 в 1, в серых кусках нет привкуса трав, как есть в зеленом. Так, идем дальше. Красная соль. Ее сравниваю с сердцем, что очень похоже для меня. Это два разных сорта. Вот сердце. Вот красная соль. Красная соль слегка посветлее по цвету. И вот сколько я ее раз не брала, красную соль, она всегда мне скрипела. Давайте пробовать. Солененько скрипит. Вот у нее структура, которая резко ее отличает от сердца. Она слегка пластилиновая, как по мне. Красная соль очень плотная. Поначалу сухая, затем в такую растворяется в залипучую пластилинчатую массу. Мне она, вот именно для меня лично, она как вот пластилинчик. Поскрипывает, солененько вкус влажной земли и мокрого кирпича соленого. Больше ничего я в ней не чувствую. Сейчас, конечно, нужно будет залипание снимать белой горой. Обожаю белую гору, вот такая красавица у меня. Так, чуйская, чуйская, есть желтые из плитки. Скорее всего, у меня плитки, они коричневого цвета с розовинкой. Давайте пробовать. Поскрипывает, зараза. Вот, кстати, с чуйской тоже не угадаешь. Она бывает придет чистая, бывает с мелким-с мелким скрипом. И в ней, так же, как в Туркестане, иногда встречаются камни. Продолжение следует... это чистый кусок два скрипят один чистый по структуре да схожи с туркестаном белым ведет себя также плотненько откусываешь сначала сухая затем жирный комок который подлипает но также легко смывается водой слегка вяжет для меня вкус мокрой земли лесной и корешками отдает классный сорт сердце сердце я обожаю но вот смотрите почему я не люблю зимние поставки видите это тоже рыхлый пласт я люблю сердце когда она я люблю сердце когда она приходит монолитное это тоже рыхлый пласт пришел не не так хрустит как плотная но радует что чистая слегка сладковатая не вкус глиняный кирпичный и печной слегка пыльные шам она сливочная но сливочность чувствуется в самом конце поначалу она суховато живется но отличается пласт все-таки я люблю плотные куски красного сердца так надо закусить мокрым стройматом потому что сердце сливочность во рту оставляет конечно хорошую так пористо такими она интересными кусочками идет цвет светло-серый плотненько такая шершавая очень соленая она очень соленая по ночам когда откусываешь она прям рот обжигает но опять же какие-то кусочки сильнее соленые какие-то кусочки слабже соль чувствуется то все зависит от кусочка этот прям очень сильно соленый это тоже понижнее обожаю пористое чистое не скрипит но хотя иногда поскрипывает попадаются кусочки со скрипом у меня пока чистое не скрипит так пористое кусочки плотные откусывается с небольшим усилиями не скажу что это мягкий сорт очень соленый сорт соль чувствуется здорово сначала кроме соли вы не чувствуете ничего поначалу она сухая затем растворяется в жирный комок которая залипает она хорошо прилипает к зубам вы знаете как тем интересен этот сорт поначалу вы не чувствуете ничего кроме такой ядреной соли но в процессе разжевывания эта соль становится мягче и вот тут вы уже чувствуете вкус вкус печной мокрой земли вкус сливочный очень интересный как некоторые говорят что очень похоже на печеную глину запеченную вот у меня вкус присутствует слегка дыма от костра классный сорт но его нужно перебивать обязательно мелом имеет очень яркий вкус и очень яркую соль так следующее у нас с вами буль батон тоже раньше я очень сильно избегала пока как говорится не распробовала серого цвета тоже какой пласт вам попадется бывает светло-серый бывает темно-серый то есть разный мне писали что гульба то бывает еще и голубоватого оттенка не знаю вот я вам говорю так как есть у меня пласты разные продавцы разные что вам попадется природа как говорится не заводится давайте пробовать очень плотная так сорт очень плотный очень залипучий залипает она хорошо откусывается с усилием от больших кусков вообще не вздумайте откусывать разлетаются при укусе на маленькие кусочки слегка похрустывает а затем в такую тугую залипающую массу я уже говорила повторю еще раз гуль батон нужно разжевывать до конца только в самом конце я чувствую ее вкус то сливочный мокрой земли такой чернозема мокрого чистая не скрипит классная вот ее точно нужно закусывать будет белой горой прилипла замечательно так черный слив мой любимчик черный слив я люблю графитового цвета с такими желтенькими вкраплениями давайте пробовать тоже сорт очень плотный от больших кусков и от толстых тяжело откусывается очень сильно залипает такие плотные сорта я боюсь откусывать большими кусками чистая сильно залипает откусывать и разлетается на маленькие кусочки затем растворяется в очень тугую ириску сильно залипает по вкусу это вот мокрый лес мокрый чернозем не скрипит и залипание надо срочно снимать мокрым стройматом так мы пропустили что это у нас зеленая семечка я желтая семечка я тоже ее пробовала уже не помню я зеленая семечка она цвет фисташковый темная семечка как будто скорлупа от семечки очень плотная я чувствую будет очень жестко вкус свежести и трав очень плотная восковая с очень таким нежным нежным тонким вкусом у этого сорта нет яркого вкуса он нежный легкий но прикольная структура хотя и восковая но собирается в тугую ириску которая не так сильно липнет как вот эти сорта прикольненько мне понравилось самое главное она чистая не скрипит внешне от большого куска и от толстого фиг откусишь прикольненько очень сильно прилипает прям сильно так следующее у нас вулканическая ой вулканическую я пробовала очень и очень давно темно-серого цвета с оранжевыми вкраплениями тоже на ощупь чувствуется что очень плотная очень вкусный ммм прикольно плотная хрустящая чистая очень сильно залипает не скрипит поначалу хрустит собирается в тугую риску не сильно липнет к зубам вкус мокрого чернозема но не ярко выражены также как у семечки полегки и мне почему-то отдает жеными спичками необычненько так и здесь у нас значит осталось радужная моя любимица слоистая серо такого голубоватого оттеночка красавица с угольными вкраплениями давайте пробовать радужную я обожаю ммм 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 мм мм м м итак что по поводу радужный очень плотная слоистая при укусе распадается на такие хрустящие пластиночки затем растворяется в такую очень тугую залипающую массу она очень сильно прилипает к зубам чистая не скрипит по вкусу яркий вкус свежести яркий вкус мокрой лесной земли присутствует в послевкусие сливочность и вкус такой знаете свежесорванной травы обалденно обожаю радужную ну и на сладко у нас остался орешек орешек светло-серого цвета очень и очень плотный очень жесткий вкус у него реально прикольный прямо дает орешком отдает орехами и и отдает строительной пылью и слегка бетона усить от него конечно нереально вообще хрустит как уральска но растворяется не слегка под залипает как-нибудь грызем его во влажном виде реально у него ореховый вкус прям орешками отдает когда грызешь постоянно один и тот же сорт вкус приедается ты не чувствуешь вот этих вот ярких ноток орешек я не грызла с лета вот такой обзор у нас сегодня с вами получился ассорти киргизских сортов всем огромное спасибо за внимание всех люблю целую обнимаю всем пока пока